Всем хоба, с вами Вова, и я, наверное, последний из теоретиков, который делает видео по Dark Season, но мне пофиг, начинаем. По версии жуткого теоретика, в каноничной концовке Дэвид убивает свою мать, а не собака. Ссылка на его теорию в описании. Поэтому эта концовка каноничная, потому что в ней нет никакой магии, по типу, человека в костюме собаки засосало в игру. Ну а почему в этой каноничной концовке есть собака-убийца? Может быть это галлюцинация, может быть это фантазия Дэвида из-за того, что он не спит уже пол-полтора дней. Ну, вы пришли по адресу. Дело в том, что Dark Season это не реальная жизнь, а виртуальная, которой управляет этот самый пёс. Ладно, это шутка, ведь та секретная концовка является пародией на секретную концовку из Silent Hill 2. Ну а теперь пришло время для настоящей моей теории по этой игре, которая только-только дошла до моего канала. А ведь впервые она вышла в 1982 году, прошу прощения, если ошибся в датах. А потом ещё и ремастерит в 3D вышел в 2016. Приятного вам просмотра. Ну так вот, собака реальная. Это мы можем выяснить из моей любимой концовки, ведь там в этой концовке собака-убийца истекает кровью, а означает, что она материальная и не является фантазией Дэвида, и не является сном или галлюком Дэвида. Именно моя любимая концовка является каноничной, а не та, которую назвали каноничной только для отвода глаз. Напоминаю вам ещё раз то, что это была всего лишь моя теория. Она может быть бредовой и неправдивой, а может быть и она и является правдивой, фиг его знают, разработчики не дают ответа. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и колокольчик не забывайте нажимать. Ну а с вами был Вова, до новых встреч.